В день памяти великомученика Феодора Стратилата, митрополит Казанский Татарстанский Анастасий, совершил молебное пение в Петропавловском соборе. В соборной молитве приняли участие судебные приставы города Казани и Республики Татарстан. Особое почитание великомученика Феодора среди представителей органа исполнительной власти, обеспечивающего порядок деятельности судов, объясняется тем, что в 2010 году, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святой Феодор был провозглашен небесным покровителем Федеральной службы судебных приставов. И вам приходится работать с теми людьми, которые и морально, и материально порой находятся в драматическом, а иногда даже в трагическом состоянии. И как сберечь этого человека, как сберечь душу этого человека от того, состоя от этого положения, в котором этот человек находится, это будет зависеть именно от вас. Будьте милосердны, как отец ваш милосерд есть. Поэтому милосердие – это самое главное в нашей жизни. Архипастер поблагодарил приставов за участие в молитвенном делании и в качестве подарка преподнес им диски с видеолекциями профессора Московской Духовной Академии Алексея Осипова. Судебные приставы, в свою очередь, поблагодарили владыку за возможность соборно помолиться в древнем храме. Один из лучших иконостасов барочных именно находится в России, именно находится в нашем храме, который, слава Богу, сохранился в целости и сохранности. Ну, это, конечно, благодаря тому, что все-таки, ну, и Господь хранил, ну, и то, что здесь находились научно-реставрационные мастерские, а не склад какой-нибудь. Вот, и благодаря этим вот людям, может быть, даже и далеким от религии, все-таки более-менее сохранялось все. Мне приходилось бывать, когда храм еще находился, ну, как выражать мерзость и запустение. Это было, так, сейчас скажу, год или 71-й, или 72-й год. Вот, еще учился в школе, значит, вот как раз именно в алтарном помещении находились. И вот разговаривали с одной работник, вот это, и вот, ага, давайте я вам покажу иконостас. И вот открыл, и ребята со мной еще двое были, одноклассники, они тоже, ой, говорит, спасибо тебе, говорит, вы такой красоты, говорит, еще не видели. Вот, ну, долгое время прошло, говорит, прежде чем храм снова стал действующим. Вот, а сейчас привыкли, как будто бы он всегда и никогда и не закрывался. Ведущий специалист Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан отметил, что в храме на традиционном молебне присутствовали также и мусульмане. Впервые, значит, наше мероприятие посетили наши коллеги, не только, значит, наши православные братья и сестры, но и братья и сестры, которые пребывают в другой вере, мусульмане. Вот, изъявили желание, вот, ну что ж, мы очень только рады, что они, значит, нас как бы поддержали. Стоит отметить, что сотрудники службы готовились к визиту главного судебного пристава России Артура Парфенчикова. В ходе своего визита директор Федеральной службы судебных приставов принял участие в перезахоронении останков погибшего в годы войны солдата Красной Армии Ивана Шестерякова.